История компании Мандалонг Старц Нам принадлежит племенная ферма Ярау Стейшн, где мы надеемся и дальше работать с нашими породами Мандалонгская особая и Тропикана. Ферма расположена в часе езды к северу от города Дабба, в центральной части штата Новый Южный Уэльс. Летом температура здесь бывает от 45 до 52 градусов по Цельсию. Зимой она может опускаться до минус 4-5, но обычно зимой держится на уровне 10-15 градусов. В нашей местности песчаная почва, и на протяжении лета здешний пейзаж бывает похож на пустыню. Однако после того, как пройдет дождь, появляется люцерна, и мы можем выращивать скот без использования высокобелковых кормов, которые могут негативно влиять не только на способность к оплодотворению, но и на суставы, поражая их артритом. Мы считаем, что скот лучше приспособлен к самым различным условиям, если он находится на свободном выгуле. Наша компания нацелена продавать животных в Северную Австралию, где более суровый и жаркий климат, а стаду приходится преодолевать большие расстояния для доступа к воде и пастбищам. Мандалонги и тропиканы хорошо подготовлены к таким испытаниям. Порода тропикана особенно подходит для тех районов, в которых необходима устойчивость к клещам. У нас подписан контракт, по которому в течение следующих 10 лет мы будем поставлять мандалонгов в Россию, где температура может опускаться до минус 40 градусов. В наших племенных стадах на одного быка приходится 35 коров, что позволяет нам держать ситуацию под полным контролем. Скот подвергается ежедневному осмотру, а у самок мы дважды проверяем темперамент, который является очень важным фактором. Если у коровы тяжелый нрав, она не сможет выкормить теленка с хорошим приростом веса. При селекции самок мы выбираем животных с правильным телосложением. В хорошем состоянии должны быть ноги и вымя. Основная задача коровы – давать молоко, кормить теленка и иметь возможность поддерживать собственный вес. Для нас главный критерий – это высокая фертильность самок и наличие материнского инстинкта. У новорожденных телят очень гладкая шкура, и они имеют крайне малый вес, поэтому процесс рождения протекает без труда. Уже через час после появления на свет они стоят на ногах и следуют за своей матерью. Это очень сильные телята. В суровой среде обитания теленок должен суметь встать на ноги и начать двигаться через короткое время после рождения. Что касается быков, то мы внимательно изучаем их физическое состояние. Оно играет важную роль, поскольку мы рассматриваем самцов как атлетов. Главная цель быка – осеменить от 5 до 35 коров за время короткого периода спаривания, который длится всего 2-3 месяца. У быка должны быть крепкие ноги. Если они слабые, то могут преждевременно отказать. Мы также обращаем внимание на размеры яичек, потому что от этого сильно зависит возможность оплодотворить как можно больше самок. бык не только должен хорошо выглядеть, но и быть здоровым. По важности для нас на первом месте стоит фертильность, а на втором – темперамент. Если у животного от природы неспокойный нрав, то оно не даст мяса высокого качества. Быки породы тропикана очень подвижны и способны пройти в поисках воды от 20 до 30 километров в день, что крайне важно в жарких и сухих погодных условиях. Они в равной степени проявляют эти качества и в районах с низкими температурами, где все покрыто снегом и льдом. Снег может стать для них источником воды, но нужно еще и чем-то питаться. Быки тропикана способны находить пищу под снегом и могут есть практически все для поддержания собственного веса. Это касается и коров данной породы, но при этом они еще способны кормить теленка. Помимо вскармливания, не меньшее значение имеет и сама корова. Если она не может поддерживать собственный вес, от нее не будет потомства. Мы убедились, что быки и коровы породы тропикана очень хорошо переносят трудные климатические условия, а с учетом их высокой фертильности они не имеют себе равных по коэффициенту воспроизводства. Большинство наших быков используется в скрещивании пород. Мы стараемся продавать их в возрасте около двух лет, когда они уже достаточно зрелые и можно правильно оценить их состояние. Перед тем, как быки покидают племенную ферму, проводится поголовная проверка качества их семени. Таким образом, мы продаем племенных производителей, а не бычков. Если бык куплен у нас, то можно быть уверенным, что он сразу начнет давать потомство. Всех телят, которых отлучают от матерей, в течение недели кормят в загоне, и в это время мы следим, насколько спокойно они себя ведут. При выгуле скота мы используем квадроциклы и лошадей, а когда идет дождь, пересаживаемся на машину. Лошадей для собственных нужд мы выращиваем сами. Все наши лошади подготовлены к работе с поголовьем скота и приучены к ней. И мы считаем, что они отлично справляются с этой задачей. Мы также начали использовать собак. Многие наши покупатели делают выгон скота при помощи лошадей и собак. Поэтому все наши быки и коровы обучены взаимодействию с этими животными и с человеком на квадроцикле. Таким образом, мы проводим некую предварительную подготовку поголовья перед отправкой к покупателю. Мы продаем разных бычков. От 120 кг в бойном весе до тяжеловесов. Продажный вес определяется тем объемом корма, который они могут получить, чтобы набрать массу и необходимую жировую прослойку. У наших бычков выход туши может составлять до 62,5%, что было подтверждено на крупных соревнованиях. Мы поставляем бычков для местного магазина мясопродуктов. Тем самым, еще до того, как мы начнем использовать быка в племенной работе на ферме, проверяется его возможность давать мясо высокого качества. Цвет мяса, его текстура, вкусовые качества и цвет жира – все это очень важно, чтобы обеспечить сохранность говядины в рефрижераторе и получить стейк высокого качества. Мы решили не выставлять наших животных на сельскохозяйственных ярмарках. И по этой причине наша племенная ферма открыта для потенциальных покупателей и тех, кто хочет заменить породу или заняться скрещиванием. У нас есть специальный дом для гостей. К нам можно приехать, чтобы осмотреть поголовье и ознакомиться с условиями, в которых мы выращиваем свой скот. Также есть возможность понаблюдать за стадом и увидеть, как именно мы работаем с поголовьем. Приглашаем вас на нашу племенную ферму, где на месте можно решить, какие быки вам нужны. Я, со своей стороны, могу посетить другие хозяйства, осмотреть поголовье и помочь с выбором быка, от которого будет получен необходимый результат. Наша главная цель – не просто продавать быков, а подбирать их в соответствии с конкретными условиями. Это позволит получать мясо требуемого качества, которое можно продавать в ресторанах высшего класса как в Австралии, так и за границей. Это наша основная цель и главная задача. От себя лично, а также от лица моей жены и всех работников Яру Стейшн приглашаю всех, кто хочет посетить нашу племенную ферму, ознакомиться с поголовьем и, возможно, наладить деловые контакты. Мы предлагаем как скот мясного направления, так и лошадей. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»